Наш город и весь район с каждым годом становится все красивее и комфортнее для жителей. Особое внимание уделяется социальной сфере. Глава района еженедельно проводит выездные стройпланерки, контролируя сроки и качество выполняемых работ на объектах, где идут строительные работы. Глава Славянского района Роман Синеговский вместе с представителями всех заинтересованных служб посетил стадион хутора Бараниковского, где идет реконструкция помещений, предназначенных для использования в первую очередь спортсменами протокского сельского поселения. Глава района осмотрел ведущиеся работы, задал ряд вопросов об их ходе и получил исчерпывающие ответы. Он высказал свои пожелания по предстоящей отделке помещений. Сделать еще нужно немало, но работы не должны отставать от графика. Что выполняется сегодня на территории стадиона хутора Бараниковского, идет капитальный ремонт, на контроле стоит у губернатора, выделены краевые деньги, 22 миллиона. Там идет полностью реконструкция под трибунных помещений. До этого там находился у нас гостиничный комплекс, где проживала футбольная команда, но сегодня там футбольной команды нет. Нету гостиничный комплекс пришел в непригодность, поэтому полностью идет перепланировка. Там сейчас после окончания ремонта планируется борцовский зал для занятий детей, самбо, дзюдо, вольная борьба, греко-римская и прочие единоборства. Также планируем там и там будет тренажерный зал для жителей хутора Бараниковского, которые смогут там заниматься. Также будет реконструкция футбольного поля, это будут поли уже, емкости завезены туда. Также будет заменено асфальтное покрытие беговой дорожки, входная группа будет сделана, забор там все поменяется. Ну, в общем, капитальный же ремонт будет произведен. В этом здании предусмотрены, конечно, раздевалки, душевые, словом, все, что необходимо. Все будет отвечать самым современным требованиям. Сегодня для центральной усадьбы созданы великолепные условия. И это в шаговой, скажем, доступности от города, 6 километров. То есть мы там и мероприятия проводим, и районные мероприятия проводим, и краевые мероприятия проводим. То есть база соответствует всем требованиям и нормам. Она заложена была еще в советские времена. Сейчас нужно все это сохранить, все это немножко переформировать, потому что немножко другие сегодня требования. И я считаю, там должно быть хорошее, хорошее спортивное движение. Открытие после реконструкции этого спортивного объекта позволит улучшить материально-техническую базу в сельском поселении и даст толчок развитию массового спорта. А это самое главное, чтобы физкультура и спорт получили прописку в каждой славянской семье. Андрей Вишневский, Георгий Калинин, программа События.